Дарья Ткачева Полтора года работы над проектом Три заявки на гранты И у нас получилось Теперь в Кирове появится свой центр современной культуры Будет много событий Несколько направлений деятельности Будет много встреч, разговоров Размышлений о нашем городе, о культуре, искусстве и обществе Спасибо всем, кто поддерживает и помогает Ура! Все так Ура! Ну вот кажется, на первый взгляд Наши две темы не связаны Первого часа разворота и второго Еще как связаны В первом часе мы говорили о мусоре А во втором часе говорим о культуре И здесь, да, Володя абсолютно прав Мне кажется, напрямую эти два вопроса связаны В некотором смысле, да В том числе и потому, что Отходы нашей жизнедеятельности Строительным материалом для инсталляции Да, все возможно С одной стороны С другой стороны, все-таки Чем больше культуры, тем меньше мусора Мы надеемся, что это так Я так понимаю, что в этом эфире мы будем подробно проговаривать все эти вещи Я просто пытался найти какую-то уже информацию Возможно, ну тут полмесяца прошло, да, с момента появления этого сообщения Ничего не нашел Знаете, какая новость попалась? Там одно из первых Она от 6 января 2011 года В Кирове появится галерея прогресса И, соответственно, вопрос 11-й, 2011 год 2011, 6 января Сочельник рождественский был открыт у нас Кстати говоря, мы тоже имели скромное отношение К факту появления галереи прогресса То есть не без помощи молодежно-творческого центра Все это всегда состоялось И тоже был грант, давший возможность Доделать то, что хотелось доделать Поэтому Как бы я Планино логично, что эти два события Эти две темы не встают в такую параллель И сразу скажу, что мое мнение такое Что подобных площадок Вообще должно быть много И они должны быть разные То есть для меня, например, галерея прогресса Это совершенно потрясающее место Как такая альтернативная выставочная площадка Альтернативная неким И официальным, и государственным И любым другим То есть напомню на тот момент, когда они появились То есть абсолютно все признавали Да и мне кажется, на сегодняшний день это остается актуальным Это с точки зрения выставочной площади Одна из лучших площадей в городе И это прекрасно Центр, который будем создавать мы Будет иметь несколько иную направленность То есть это не будет выставочная площадка В полной мере То есть мы там думаем делать какие-то небольшие Экспериментальные выставочные проекты Но в целом это небольшое пространство Которое будет в основном Заниматься исследовательской такой деятельностью Это будет такой ресурсный центр Или творческий каворкинг Вот мы по-разному там жонглируем Тем, чтобы понять что-то Объяснить, что это будет такое Это будет библиотека Это будет лекционное пространство Это будет какой-то небольшой номерокиноклуб Это будет место, где можно будет встретиться Обсудить, выпить кофе Провести какое-то свое событие В том числе То есть мы хотим сделать место В котором бы объединилось вообще Понятие современной культуры в широком смысле А вот это уже окончательное название Центр современной культуры Или еще какое-то имя собственное у него будет 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 Сам проект, на котором мы получили Грант фонда президентских грантов Называется Лаборатория современной культуры И этот проект Он в общем-то уже год как реализуется нами В сотрудничестве и с ГЦСИ И с ВИАТГУ И с Колизеем в том числе То есть мы вот целый год на разных площадках Пытались эту тему развивать Изначально проект предполагал Какое-то приземление на какую-то площадку Но вот не сразу все это получилось А само место ввиду своего расположения Оно получит название Культурный центр, пятый этаж Так, теперь про расположение Давайте запоминать Культурный центр, пятый этаж Да, культурный центр, пятый этаж Потому что современная культура Сокращенно ЦСКА ЦСКА в городе могут перепутать То есть мы немножко сократили так Чтобы было проще И чуть шире был бы контекст событий Которые мы там хотим делать Это здание торгового центра На Ленина 119 Это между милицейской и пролетарской И вот весь пятый этаж Практически будет наш То есть заходите на лифтинг Сразу на пятый этаж И попадаете в центр культуры пятый этаж А не рекламируют торговый центр Все-таки понять, что за торговый центр В двух шагах от всем известного здания Университета На Ленина 111 Вот чуть ниже туда спуститься Да, прямо по Ленину В сторону пролетарской Ну можно назвать качественные ориентиры Кто основной ориентатор на данный момент Потому что там самый известный ориентир Это магазин спортмастер А, все Все поняли Да, застекленное такое здание Да, такое, как в привычных у нас голубых тонах Вот Сейчас там уже расположились галерея Крупинин Это такая молодая галерея Ребята давно собирали Разные искусства, в том числе местные И вот созрели тоже как-то выставиться У них небольшой уголочек тоже у галереи будет А все остальное пространство Это будет вот наш культурный центр По квадратам Даша, можете пояснить? Вот судя по тем планам, которые вы озвучили Ну, 200-250, по моим ощущениям Вам надо не меньше На самом деле меньше Квадрата меньше? На самом деле меньше Основное пространство, где вот элекционное планируется Это 50 с хвостиком Плюс длинный коридор Плюс еще одно небольшое на 20 Я думаю, там около сотни Около сотни С хвостиком, да Почему именно там? Ну, как так сложилось На самом деле мы давно искали разные варианты И в том числе и государственные какие-то учреждения рассматривали Приходили, общались И как-то вот Как-то так получилось В какой-то момент Вот появилось это предложение Что вот полностью свободное пространство Пожалуйста, можно сделать И очень лояльно отнеслись арендаторы Им тоже понравилась идея Что будет какая-то движуха Что будет что-то происходить в этом месте И вот как-то становились на этом То есть для вас эта штука вообще коммерческая полностью, да? Нет, она не будет полностью коммерческая Ну, скажем так Грант позволяет нам покрыть часть расходов Конечно, мы не будем абсолютно все события Как мы обычно всегда делали Делать бесплатно То есть будет в том числе и некий контент Который по билетикам Какие-то лекции и семинары То есть можно будет прийти и арендовать помещение Для какого-то своего события Но опять же, какое-то событие Это будет решать уже и мы Мы хотим создать такой совет проекта Ну, то есть абы что там Быть в принципе не может Вы будете координаровать Да, то есть для нас будет важно Важно выдерживать определенные контексты Определенные темы То есть мы берем очень широкий Такой спектр понимания культуры И объединяем сразу два направления Свойственных нашей организации Молодежно-творческий центр Существует больше 20 лет Он был в 1997 году Олегом Ткачевым Небезызвестным Олегом Ткачевым Это муж даже Да И изначально он был рассчитан На поддержку самых разных молодых инициатив Потом уже, когда я начала заниматься То есть для меня первый интерес Это современное искусство Так и получилось Есть направления деятельности Связанные с современным искусством Есть направления деятельности Связанные с некими общественными инициативами Уже не только молодежными Уже самыми разными И вот мы поняли, что есть вот две таких сферы В городе Здесь, с одной стороны, некое творческое сообщество Да А с другой стороны, есть люди, которые занимаются Какими-то общественными инициативами И те, и другие иногда проявляют интерес друг к другу То художники или театр хотят сделать Какой-то социальный проект Вот сейчас как раз готовится Благотворительный фестиваль Вымыслы Да Мы о нем будем говорить в пятницу Вот И то есть это вот тоже такое пересечение С одной стороны, это творческие Да, потому что понятно, что средствами культуры Творческого проекта Бывают намного проще и ярче И доходчивее людям донести Какие-то социальные, в том числе, ценности А с другой стороны Вот опять же, вот те, кто делают Благотворительные проекты Обращаются к искусству и к творчеству И тем и другим бывает Иногда не хватает либо контактов друг с другом Не хватает какого-то инструментария То есть а как это делать? Как сделать так, чтобы, например, это не вышло Там в жалость к инвалидам Или еще что-то в этом роде То есть как так выстроить Просто вот повествование творческое Либо художественное, как ни назови Чтобы это вот дошло до зрителя Именно так, как мы этого хотели бы А поскольку в городе, как нам кажется Нет пространства Профессионально, последовательно Занимающимся именно такими Исследовательскими, теоретическими Вопросами, связанными с современной культурой Либо какими-то общественными практиками То нам всегда хотелось Делать вот такое пространство Чтобы вот эту лакуну так занять Прервемся на полминуты И продолжим разговор с Дарьей Ткачевым Руководителем регионального отдела Волговецкого филиала Государственного центра Современное искусство Напоминаем, что в Кирове Будет создан центр современной культуры На каком этапе сейчас подготовка Или создание находится Поговорим об этом после короткого перерыва Продолжаем разговор с Дарьей Ткачевой Мы говорим о создании Центра современной культуры И прежде чем Даша расскажет нам о том Какие этапы должен пройти Центр, прежде чем он откроет свои двери Я должна задать вопрос от слушателя Который позвонил в редакцию И вот очень Слушательница Она спрашивает Вернется ли фестиваль 10 вечеров В центре Вы обязаны ответить Будут ли показы Надо напомнить просто Что да Долгое время На Спаской Ну и кстати говоря Этот фестиваль был тоже одним из таких кирпичиков Который лег в основу Вот идеи Проекта Который мы сейчас делаем Вы же сказали Что кинопространство Какое-то оно планируется Да Там да Но это конечно другой формат Это все-таки внутренний Такой киноклубный Скорее просмотр С обсуждением Это конечно нам бы хотелось сделать Потому что хочется показывать хорошее кино Я думаю Что мы наше сотрудничество С кинотеатром Колизей тоже не прекратим Вот Собираемся Тем более что Похоже То законодательство В отношении фестивалей Как-то более-менее Там какие-то Внесли Все-таки поправки Смягчающие Изначальную ситуацию И будем надеяться Что у нас получится Все это сделать Какие были проблемы С показами А так Вышел закон О фестивалях Который предполагал Который запретил Показывать Вообще На территории России Фильмы Без прокатного удостоверения То есть Фестивали были ограничены В своем формате То есть Это только Сколько там От трех до с каких-то дней Обязательно с жюри Обязательно с призами И только в этом виде В этих форматах Можно было показывать Какое-то фестивальное Вот это кино Это означало Что Практически все старое кино Мы не можем показывать Ретроспективные показы Причем Повсюду В стране Должны были прекратиться Но вроде как Вот сейчас внесли Последние поправки Как-то смягчающие Всю эту ситуацию Будем тоже выяснять Еще подробнее То есть Прямо серьезное наказание Было предусмотрено Ну как-то так Не соблюдаешь Все шло к тому Что и Третьяковская галерея Должна была прекратить Свои показы Кино И Центр Международная культура Международная культура Которая Которая давала площадка Мне повезло Мне повезло Проектом Но в Львовном случае Такой-то другой Будет проект Уже Если дык будет Вот Но нам изначально Не хотелось Идти в парковые зоны Потому что парк Это всегда такое Уже Выделение Из города А Спаская была Интересна И в инженерии Этот эффект Тоже есть То есть Когда Что-то происходит Прямо на пути Движения человека По городу Да Но вы компенсировали Эту историю Своим проектом Город в движении Будем надеяться Который успешно прошел Да И по которому Так много делали эфиров И замечательно Там люди участвовали И про который мы сейчас Усиленно думаем Как продолжить Да И до сих пор И до сих пор И была выставка В Тюзе В театре на Спаской И потом транслировались Материалы Которые были подготовлены Лабораторией Даже в кампусе ВятГУ Вот там вот На студенческом проезде Это вот только-только Там прекрасно Это конечно все встало Потому что Мне изначально Когда мы придумывали Этот проект Город в движении Сыра Брежнева Мне изначально хотелось Чтобы именно в город Это все как-то вошло И когда мы сделали Эти проекции В студенческом В очередной раз Я убеждаюсь Что Все-таки Какая-то Творческая интервенция Искусство В городскую среду Она ее меняет Потому что Даже придя потом На следующий день После того Как мы сделали Первый показ Я уже по-другому Смотрю на эту стенку То есть на ней было что-то Даже сейчас Этого там нет Она стала более живой Она как-то Присваивается Человекам То есть когда ты Идешь просто мимо Стен Которые ничего Для тебя не значат Ничем не обозначены Ни с чем не связаны Ни с какими воспоминаниями Они чужие стены Как только ты видел Там что-то Не важно Там Ну хоть какую-то Я не знаю Это может быть Эксперименты какие-то Может быть Временные какие-то вещи Там что-то произошло У тебя уже Как бы На восприятие Этого пространства Оно изменяется Оно наполняется Какими-то новыми Пазлами Какими-то новыми Смыслами Воспоминаниями И так далее И так далее Поэтому там очень интересно Все это выглядело И я думаю Что мы что-то Продумаем там Продолжить тоже Хорошо Вернемся видимо К лабораторию Непосредственно Современной культуры Что там сейчас происходит Вам возможно Нужна какая-то помощь Поддержка Консультации Давайте мы разведем Два понятия Лаборатория Современной культуры И центр Современной культуры Лаборатория Современной культуры На данный момент Это название проекта С которым вы заявляли Встрече на грантовый конкурс А центр современной Центр культуры Или культурный центр Пятый этаж Это именно название Площадки Которые мы будем делать На данный момент Мы находимся В состоянии Подписания договора О получении гранта Как только мы его получаем Мы получаем финансирование Начинаем активную деятельность По обустройству площадки То есть там делаем Небольшой косметический ремонт Завозим туда оборудование Все настраиваем Начинаем Формировать Стиль Пространства Собирать команду Сотрудников Планировать первое событие Если все пойдет по плану То должны открыться К новому году К какому? Этому К этому Месяц небольшим Я просто вижу Вот вижу Здесь вот Из той инфографики Которую ты опубликовала В фейсбуке Что Сроки реализации проекта Это С 1 ноября 2018 года До 30 ноября 2019 года Ну да Это все Что в себя включает То есть работа пошла В стадии подписания контракта Договора Это не значит Что еще кто-то там размышляет Дать вам грант или нет Все Мы его выиграли Мы видим Что размер гранта Составил 2 миллиона 998 тысяч 238 рублей Там есть софинансирование Более 700 тысяч И вот на эти деньги Вы будете Организовать площадку Пятый этаж Да Сейчас идут ремонтные работы Как ты сказала И будет завозиться оборудование И может быть даже К новому году Мы Счастливые посетители Сможем туда прийти И чего-то там уже увидеть И как-то поучаствовать Какие-то мероприятия Да То есть мы всех пригласим Конечно на открытие И с января месяц Уже начнутся события В принципе Сетка довольно События будут плотные Но у нас всегда остается Такой поставленный Специальный зазор Для гостей То есть сюда можно прийти Предложить что-то свое Провести какое-то событие То есть если есть Некоммерческая организация Или просто инициативные группы Или какое-то творческое сообщество Которым нужно где-то Пообсуждать Вообще вы знаете Вот Немножко такой мостик От фестиваля Вот почему Он был для меня важен В осознании Нужности этого проекта Вот когда мы проводили Разные события Молодежно-творческий центр Проводил их довольно много За последние годы У меня всегда возникала Такая проблема То есть люди приходили На события Начинали с нами общаться Задавать вопросы Интересовались А дальше Куда им прийти Между событиями Все сложно Да, можно назначить встречи Где-то там в кафе Пообщаться Но это не то То есть стало понятно Что необходимо Такое пространство Где бы жила информация Где бы жила Поддержка В области Современной культуры Или даже искусства То есть туда Куда можно всегда прийти Ты знаешь Что вот это место Где можно обсудить Какие-то новые идеи И поэтому Мы именно На вот такую Потребность Ориентируемся В реализации проекта Большая часть проекта И конечно Львиная доля Всего финансирования Она направлена Именно на Организацию Проведения событий Планируется Четыре крупных Мероприятия За год Это в следующем году Да, в течение 19-го Вот этого года Которые Включают в себя Такие-то семинары С участием Гостей Экспертов Из других регионов Связанные С информационными Технологиями В сфере культуры И социальной деятельности Связанные С культурной журналистикой Вот очень мне Интересна тема И надеюсь Нам удастся ее поднять Тема социального театра То есть Достаточно такая Новая Интересная тема Которая развивается В стране И было бы интересно Как-то привести И поподробнее Театр ДОК Было бы интересно В том числе Социальный театр В смысле Любительский театр Нет Не совсем Вот то что например Делает сейчас Борис Павлович В Питере Да Вот работа С Вот у него Прекрасный спектакль Язык птиц Который Очень много Получил наград И стал Достаточно таким Большим открытием Вообще Не только в сфере Социальных Каких-то проектов Но в сфере искусства И Что еще Два пункта Пока еще перечислили Три Социальный театр А информационная Культурная журналистика Культурная журналистика Да Информационные технологии Вот Социальный театр И Актуальные практики Общественной деятельности Вот это Четыре основных события Которые мы хотим И планируется У нас еще большой Выставочный проект Сразу скажу Что проект Лаборатории Современной культуры Он не предполагает Вот зацикливание На этой площадке То есть Эта площадка Она небольшая По своим размерам Это именно такой Ресурсный центр Где будет информация Штаб Да Что-то вроде штаба Такого Но какие-то У нас есть идеи То есть Мне всегда Притила мысль Замыкания Деятельности В одних стенах У нас в городе Очень много Самых разных Организаций И площадок Потенциал которых На мой взгляд Не раскрыт до конца И я всегда За любое Такое сотрудничество И за то Чтобы находить С точки пересечения С разными Организациями Поэтому мы Например Хотим сделать Выставку Где-то на другой Площадке Она более масштабная То есть Сейчас будем обсуждать Где это может быть Выставку Современных художников Есть опять же Идеи кого Но пока не буду Разглашать Пока нет Таких точных Договоренностей Это все 2019 Это все 2019 год Довольно плотный График Плюс К этому К этим крупным Событиям Будет постоянная Какая-то Деятельность То есть мы продолжим То, что было сделано В лаборатории Современной культуры В прошлом году И лекции по истории Современного искусства И ридинг-группы Чтения Философских текстов Может быть дополнительно Поскольку был интерес Мы сделаем дополнительный курс Лекции по философии Современности Потому что Есть запросы И мне кажется Какой-то есть у нас дефицит Образовательного Такого Контента В событийном Пространстве города То есть куда взрослый человек Который уже Вроде бы закончил образование Вот ему Вот хочется где-то послушать Не на ютубе Кого-то там Да А вот в живую Потому что потом В эти сюда Обсудить Пообсуждать Да Вот это живое общение Вот его конечно В какой-то степени Мне кажется Дефицит сейчас появляется И я думаю Что наш проект Стоит свое время В этом отношении Реклама небольшая У нас сейчас будет С нами Дарья Ткачева Руководитель регионального отдела Волговецкого филиала Госцентра современного искусства В составе Росизо Через полтора минуты Продолжим У нас программа Дневной разворот А в студии у нас Дарья Ткачева И она рассказывает О том Как буквально На наших глазах Вот сейчас Будет вырастать Появляться Наполняться жизнью Новая культурная площадка Под названием Пятый этаж О да И все это будет На улице Ленина На пятом этаже Большого голубого Стеклянного торгового центра Ленина 119 Да Ленина 119 Вот кстати говоря Действительно Ты права абсолютно Когда ты назвала В общем точку опоры Основного арендатора Что там Спортивный магазин Да Какой-то есть Как мы поймем Что там находится Центр современной культуры Пятый этаж Ну мы планируем Размещение разных указателей Баннеры И так далее То есть Определенным образом Обозначим свое присутствие В этом здании Потому что Вот эту историю Мы обсуждали Мы обсуждали в течение Года достаточно плотно В том числе И в рамках группы Киров меняется Ты помнишь Что в Кирове Ты подчеркнула С самого начала Не хватает культурных площадок Потребность очень большая С нами тогда Илья Вячеславович Шульгин очень согласился И были отклики Вот Дима Шиляев Да Галерея прогресса Тогда говорила Что буквально Ну вот каждый район города Просит Чтобы у них такое было У них такое было И это очень важно Действительно Наполнять город Такими вот площадками Небольшое такое Лирическое отступление Ты может быть видела Что наша идея Которую В общем здесь же Озвучивали в этой студии В процессе обсуждения Потом еще На площадках Общественной палаты По поводу СИЗО И превращение Да Да Выселение СИЗО Куда-то в новое Современное здание Со всеми удобствами А значит Отдачу Старой тюрьмы Вот под культурные Все-таки какие-то цели Поддерживали тогда активно Между прочим Эта идея Есть в проектах К 650-летию города И если Удастся на федеральном уровне Договориться С собственно говоря С системой Которая владеет Сейчас этим зданием То вполне возможно Господа Культурные деятели В каком-то обозримом будущем У вас представится Возможность осваивать И вот эти площадки На набережной Ну вот я просто хотела бы Чтобы ты правда акцентировала Ты сейчас сказала Что мы будем проводить Свои мероприятия Ты обозначила Основные направления И здесь очень важно сказать Что вы оставили Свободное время Для тех Кто может обратиться Со своими проектами Потому что действительно Люди есть Которые что-то делают И они не знают Куда с этим пойти Как я уже говорила Сейчас в перерыве Что очень часто Наши коллеги По общественным организациям У них даже есть средства И они идут Арендуют конференц-залы В отелях В гостиницах И это не всегда Соответствует духу Их события И кроме того Это не развивает Среду вокруг Это тоже очень важно Важно Чтобы все-таки Эффекты множились Да В самом деле Вот таких пространств Действительно должно быть много И должны быть В разных районах И это должны быть Какие-то центры местной активности В том числе Потому что Ну ладно Там мы сделаем Какую-то свою тему Нам интересную В общем-то Все всегда ориентируются На то Что самому интересно Иначе не бывает Вот даже если говорить Про здание СИЗО Это опять же Такой центр города Исторический То есть районы Отдаленные Остаются Опять отдаленными районами Культурной активности И новые тем более районы Вот все-таки я хочу Чтобы ты сконцентрировалась На тех возможностях Которые предоставляет Культурная площадка Пятый этаж Для людей Которые к вам будут обращаться Будет ли какой-то отбор С какими проектами Можно обращаться С кем вообще общаться Придется людям Ну вот Еще раз повторюсь Мы хотели бы видеть На самом деле Это число сложно Как-то это ограничить То есть Если очень широко Так в общем сказать То есть людей Которые хотят Что-то сделать В сфере Культуры Либо социальной То есть Вот в широком смысле Культуры Но Мы традиционно Разделяем Культуру То что там творческое Да Есть социальная сфера Вот культура социальная Скажем так В сфере Хотелось бы Что-то сделать Ну например Если в конкретике Обратиться Вот основываясь На тех людях На тех активистах Которые у нас Сейчас уже есть Высказывают Какого рода идеи Прям ваши Любительские театры Идеи благоустройства Не знаю Там эти же Любительские театры Появление малых архитектурных форм К вам Не к вам А? Вот люди Которые ратуют За появление новых Малых архитектурных форм Если нужно Где-то встретиться Обсудить Посмотреть Что-то Так далее Какую-то Рабочую встречу Провести Велков К вам Все Так Еще Любые социальные формы То есть Если люди Работают С детьми Если это Я не знаю Молодые мамы Которым тоже хочется Где-то встретиться И пообщаться Либо там Обсудить Вопросы Продвижения Поддержки Грудного вскармливания Там еще что-то С кем Я потом перебираюсь С кем обычно сталкиваемся Люди Которые Хотят Обсудить Какой-то Творческий проект И хотят Найти место То есть Не всегда Это удобно Бывает в кафе Не всегда Это бывает Удобно Где-то Арендовать Или Есть возможность Арендовать Но нет По духу Подходящего места Сразу скажу Режимы Могут быть Разные Мы можем Кому-то Предоставить Бесплатную Возможность Кто-то Может прийти По аренде Мы хотим Сделать Такой Совет Проекта Пригласить Туда Людей Наших Партнеров С помощью Которых Так вот Во-первых Чтобы более Открытой Была наша Деятельность Чтобы было Понятно Как принимаются Решения И вместе С ними Решать Какие-то Такие Спорные Моменты То есть Подходит Этот проект Под идею Подходит Данное событие Которое нам Предлагается Сделать На нашей площадке Под идеей Проекта Либо нет То есть Мы В том случае Таким Совещательным Органом Могли бы Это решить Полагаю Что к новому году Такой совет По идее Должен быть Да По идее Переговоры Мы уже Потихоньку Начинаем Немаловожный Вопрос Как вы Пойдете В народ Информационная Работа Нового Учреждения Как вы будете Продвигать себя Ну это прежде всего Мы уже Этим занимаемся Прямо сейчас Ну Безусловно А также У нас остается Работает сайт Молодежно-творческого центра Где будут все новости Свой сайт Будет отдельный Мы будем Реорганизовывать Сайт Который есть сейчас То есть В частности Например Вот есть там Одна задумка Которую я надеюсь Мы все-таки Сделаем Это будет очень нужно Мы делаем Отдельный раздел Под культурную Журналистику То есть Мы будем Этим вопросом Тоже заниматься Он для меня Крайне важен И будет пространство Такое Информационное Где будем Публиковать В том числе Текст аналитический Посвященный Культурным процессам Вот Будет реорганизация Сайта Он будет Выглядеть по-другому И функционал Будет немножко другой Там даже есть Очень интересная идея Я тоже Пока не буду Все карты раскрывать Но будет Такой информационный Ресурс Очень важный Я думаю Для поддержки Наших организаций В городе Вот И Соцсети Остаются Плюс К крупным событиям Будут какие-то Печатные Материалы Баннеры Афиши И так далее То есть Все как обычно Я думаю Тут никакого велосипеда Изобретать мы не будем Набор инструментов Таких Инновационных Понятий Скажи пожалуйста Вот Смотри Вы запустились Вы построили площадку У вас есть Обалденная программа На 2019 год И дальше Я снова упираюсь В эту срочку Срок реализации проекта До 30 ноября 2019 года А дальше А дальше будем смотреть То есть Конечно Наша такая задача Максимум Это Запуститься так Чтобы дальше Мы вот По инерции Могли Где-то на самоокупаемости Где-то По сути Без ограничения срока Да Там временного Нам бы конечно Хотелось Чтобы это такая Постоянная площадка Потому что За 20 лет Существования Молодежно-творческого центра Мы впервые Получаем возможность Делать свое место Вот Ведь Собственно говоря Гранты Президентские Это удочка такая Они дают возможность Стартануть С каким-то проектом Это не только президентские Это в принципе Система грантов И поддержки Она на то и направлена Чтобы дать возможность Что-то начать И всегда Получают приоритет Проектов Которых уже понятно Сразу и прописывают Что мы знаем Как мы будем жить дальше И в принципе Мы на это тоже Надеемся Некоторые механизмы Бизнес-план Какой-то должен быть Конечно То есть мы Понимаем Что, как Сколько нам надо Будет зарабатывать В месяц Чтобы потом Оплачивать Обязательные вещи И так далее То есть это у нас Есть И с этим Мы будем работать И конечно Не исключается Возможность В дальнейших В том числе Грантовых Каких-то поддержек Уже не на площадку А на конкретное Направление Например Мир деятельности То есть Например Тот же там Город в движении Который мы начали Нам бы хотелось Продолжить То есть Форум по видеотанцу Который мы провели Первый в России Крайне важный Прямо сейчас Волна такая-то Пошла Событий в этой области По стране Этим мы очень рады То есть тоже Хотелось бы как-то Это поддержать То есть появились люди Которые этим занимаются Им хочется оказать поддержку Может быть появится В течение года Какая-то тема Которая Станет нам Нам интересной Мы поймем Что она очень актуальна Мы отдельно на нее Попробуем получить Какую-то грантовую поддержку Ресурсы есть Ресурсами мы Умеем пользоваться Будем ими пользоваться И надеемся Что Даша Может я сейчас Мимом попаду Со своей инициативой Но все-таки Мы зачастую Выступаем Такой площадкой Где люди Неравнодушные Активные Могут обратиться К властям От власти Вам что-то нужно Муниципальное Это областное Иного рода Или вы Пассалютно Такая Не привязанная Каким-то Чиновничьим Структурам Мы к сотрудничеству Всегда готовы Всегда рады На данный момент Вот есть о чем Сейчас попросить Власти Что бы вам хотелось Нет Прямо вот сейчас Наверное Нет Как приятно Это слышать Даша Это замечательно Это замечательно Конечно Здорово Что мы научились За последнее время Работать с различными Источниками И финансирование А уж с идеями Работать Тем более Умеем И понятно Теперь как их Реализовывать Можно Что касается Властей Мы тут упоминали И Даша Не зря Частенько бывает На Киров Меняется Я надеюсь Что это все Продолжится По крайней мере Нам власти Как раз Не говорили Что не продолжится И Шульгин И Васильев Заявляли Не раз Нам в лицо И нашим Слушателям Здесь Что культурная Афиша Кирова Она требует Развития Своего Требует Новых форм Требует Современных направлений Собственно Символ Такой Собственно Говоря В этом городе И мне кажется Что когда Рухнет Трьма И возникнет Там культурный Центр Это будет Ну просто Вот такая Очень серьезная Точка Здорово Даша Мы вас поздравляем От всей души Рады И за вас И за себя Что у нас появляется Новое культурное Пространство В городе Мы желаем Чтобы все Абсолютно Создавалось И состоялось И конечно Будем с удовольствием Приглашать И рассказывать Нашим горожанам О том Что их ждет На площадке Пятый этаж Который откроет Ленина 119 Да Который откроет Свои двери Уже перед Новым годом Ты обязательно К нам придешь Всех пригласишь Все расскажешь И мы запустим Эти шарики В небо вместе А более-менее Конкретная дата Сейчас О ней сложно Пока говорить Пока сложно Но это 20 Предположительно Декабря Ну я как бы Ориентир Такое Католическое Рождество Где-то так Пятое Пока все еще Совсем не ушли В корпоративы И закупки Это если Все пойдет Как говорится По плану Спасибо На этом завершается Программа Дневной разворот Через 20 минут Слушайте Особое мнение Гость студии Сегодня директор Аудиторско-консультационной Компании Бизнес-информа Азиз Агаев До свидания